Каждый выход на сцену юных танцоров и вокалистов наполнен особым смыслом. Артисты участвуют в благотворительном концерте в поддержку маленькой подопечной благотворительного фонда. Второй год подряд я организую благотворительный концерт вместе с моей школой классического танца. И в этом году меня поддержала творческая студия VIVAT, чем я им очень благодарна в поддержку ребенка. В этом году это София Южанина, прекрасная четырехлетняя девочка и все денежные средства, которые будут собраны во время концерта, будут переданы ей. Был отчетный концерт, но он в себе нес очень много позитива, добра и самое главное, дети выходили со смыслом. Дети помогали ребенку. Я думаю, что для родителей это важно. На примере, не только на словах, но и на деле, на примере, показать, что такое благотворительность. Мне очень хотелось помочь этой девочке, чтобы она выздоровела. Я видела ее улыбку на голову. Только ты ярко светишь на моем пути. Я его с тобой смогу пройти. Участникам этого концерта от 3 до 16 лет. Жанровый диапазон их выступлений от российской эстрады до западного рока, включая контемпорари и модерну. Были представлены номера, которые мы готовили в течение года, которые были участниками многих конкурсов, становились призерами, лауреатами, дипломантами. И на самом деле, очень многое значит, когда выбираются номера, которые любят сами дети. В этом году очень многие группы осваивали партерную технику, то есть танец на полу. Им это очень интересно, для них это очень необычно. Ходили в синяках, но счастливые, потому что получается. Я танцевала свое первое соло. Перед танцем я волновалась, потом станцевала и думала, что я станцевала достаточно хорошо для первого раза. Я просто представляла, как бы я видела, если бы я была зрителем, то есть как бы я видела, как я танцую. И пусть пока еще не каждый артист так зрело и осознанно относится к своему творческому делу, но за этот вечер все они стали еще взрослее, а главное добрее, узнав о том, что есть дети, которым нужна поддержка и что объединившись, можно им помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!